АПЛОДИСМЕНТЫ А другому, ну, допустим, недостатки есть. Допустим, как говорят в Гавриловском районе Ивановской области, на каждую старуху бывает недостаток. Только один это дело замечает, другой не очень. Я так его вообще не вижу, что мне от этого плохо, не слышу. Вот к примеру взять. Вот, скажем, здесь присутствующих, скажем, вот, меня. Я человек добрый, заметил во мне что-то отрицательное, засеки, обработай. И подай это ты мне все с положительной стороны. Во! Вот это мне будет смешно, это мне будет приятно, это будет сатира, это будет юмор, это мне будет удовольствие. А ежели ты критику наводить, ежели ты в мой маленький недостаток своим большим пальцем тыкать будешь, так я ведь тоже так могу тыкнуть, что, как говорят в городе Лондоне, вспотеешь кувыркавшее. У каждого человека, даже самого паршива, есть что-то приятное, что-то хорошее, что-то положительное. Только надо хотеть, надо любить это дело. Как говорят в деревне Коза, Сесяевского района, любви все возраста покорны ее порывы. Если ты с любовью к людям, то положительного будет сколько хош, навалом, лопатой не разгребешь. Он на нашем предприятии, охранник есть, замечательный боец, человек хороший. Есть у него недостаток, не каждый сразу заметит, видит он, неважно, зато глухой совсем. Не, когда это, когда поддавший, а так видит, слышит прекрасно, он у нас в КВН. Ну, в клубе веселых, находчивых, бывшем. Однажды во время дежурства, когда он спал, как всегда, в нетрезвом виде, на нем тулуп загорелся от никотину. Другой, конечно, в крик, в вопли, в панику, наш замечательный боец, он же ничего не видит, ничего не слышит, он горит себе спокойно. Потом, когда вспотел, он все понял, выбежал во двор и скинул свой тулуп куда? Да, он же в клубе находчивых, веселых, прямо на горюче, смазочные материалы. Тут все горело, все заполыхало, и так подсчитали, что будто из-за него на 3 миллиона 867 тысяч убытку было. А сколько из-за него смеху было? Этого никто не считал через КВН. Или у нас на авторемонтном завскладом есть Осип Иванович, золотой человек, художественным свистом занимался. Ося, ой, ой, да чего отзывчивый? Нужна какая-нибудь запчасть? Только свистни. Ося, ты свистнишь. Он свистнет. Со складу. Ты ему полбанки, он тебе карбуратор. Или другой вариант. Он тебе карбуратор, ты ему полбанки. А за две полбанки он тебе ползавода вынесет. Такой это был человек, его оберегать бы надо. Осипа Ивановича, Осю, как говорят у нас на авторемонтном, Ося, Ося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся. Его тронули. Приехали на суд. Слышишь? Где запчасти? Где карбуратор? Он что, себе? Он же людям. То есть он людям добро. А они ему, как говорят на севере, фигу с вологодским маслом. Приехали и на суд. А на чем приехали? На его же запчастях. Ну, где же тут юмор? Где же тут добрака? А у меня на лестнице сосед детей в консерваторию принимал фортепьянц. Не, не фамилия, прозвище у него такое. Он форте... Пьянц. Родители тыкаются со своими полудурками. Со своими вундеркундерами. По музыкальным училищам никто не берет, а он брал. Предлагали, брал, не предлагали бы, не брал. В общем-то мелочь, но попадались, конечно, и крупные. Перед него критику. Принимал детей в консерваторию без слуха. А что ребенку делать? Если у него слуха нет, а деньги есть. Нет, брат, так дело не пойдет. Нет. Нет, надо в человеке покопаться, поковыряться, и что-нибудь положительное, да, тыщешь. Какую-нибудь черточку, точечку, самую манюсенькую. А нам больше не надо. А ты ее раздуй. А ты ее раздуй. Это положительное, чтобы его в телескоп. А отрицательное засеки. И в микроскоп. Вот это будет сатира. И это будет удовольствие. А если ты наоборот, то я так врезать могу, что, как говорят у нас на прииске Ахтырка, Магаданской области, смех дело суньезное. Магаданской области. Спасибо. Спасибо.